Привет ребят, с вами как всегда Джамбо Макс и в этот раз я хотел бы с вами поговорить о колде МВ2. Поделюсь своими мнениями об этой части, поговорим о втором сезоне, расскажу о печальной новости, связанной с этой игрой, и конечно же расскажу о том, почему я считаю колду лучшим шутером на сегодняшний день. С вас как обычно лайк, подписка и прежде чем мы начнем, маленькая реклама. Смотря на сферу видеоигры, с точки зрения простого игрока, вы наверное все время удивляетесь, что кто-то играет, с этого еще и зарабатывает. Да, современные тенденции развиваются, теперь с каждым годом различные профессии в видеоиграх становятся популярнее. В данный момент существует множество коучинговых платформ, сотни гиберспортивных организаций и так далее, но если ты просто любишь играть и хотел бы начать работать в играх, то вероятнее всего тебе непонятно, что нужно делать и куда идти. К счастью, появилась такая платформа, как Legion Farm, которая предоставляет возможность освоить профессию, а также гарантирует место для заработка в играх. Legion Farm на рынке уже 6 лет, взросла на, кстати, тысячи топовых игроков, дав им возможность при этом еще зарабатывать на игровом коучинге, ну а дальше кто-то из их ребят ушли работать в медиа и окунулись в киберспорт, или же просто остались и дальше коучить на Legion Farm. Но о чем речь, если только через один Legion Farm за последние 6 лет геймеры заработали более 30 миллионов долларов. В общем, компания реально очень крутая, у них даже инвесторы-основатели Твича, и в целом они знают, что делают, ну а делают они следующее. Сначала лучшие коучи тренируют и делают из себя сильного игрока. Для этого у тебя с коучем будет много практики, персональные уроки, групповые уроки, турнирные практики и лекции. Учат, как стать классным коучем и работать с различными клиентами и организациями. Ну и к тому же сам Legion Farm дает вам своих клиентов на коучинг. Также они заведут вас на все возможные маркетплейсы, помогут прокачать там аккаунты, чтобы вы всегда получали стабильный поток клиентов на платный коучинг, компаньонство и другие услуги в играх. И научат вас, как параллельно создавать классный контент и помогут вам прокачать ваши социальные сети. И особенность в том, что Legion Farm, он гарантирует вам заработок. В целом у них даже на сайте можно найти список некоторых их игроков, которые зарабатывают от 3 до 8 тысяч долларов в месяц. На сайте есть калькулятор минимального дохода и сможете заранее понять, на что можно и как минимум рассчитывать. Программа обучения у них платная, будет много персональной работы с учителями, командой Legion Farm, ну а также известными стримерами и киберкатлетами. Обучение по подписке стоимостью 8400 рублей займет у вас от 6 до 12 месяцев. Ну а для тех, кто хочет освоить профессию быстрее и получить гарантированный доход от 1000 баксов, Legion Farm предлагает полный пакет за 3 месяца за 120 тысяч рублей. Данную программу можно взять в рассрочку, при этом Legion Farm будет платить ее за тебя до момента, когда ты начнешь зарабатывать. В общем, эта программа окупается очень быстро и стоит того. Заходи на сайт и начни свою карьеру сегодня. С колдой я знаком очень давно, со времен первых частей, но это знакомство было немножко поверхностное и пожалуй из-за моего отца, которому просто нравилась эта серия игр. В детстве для меня Call of Duty была просто стрелялкой с видом с рук. Первое мое уже сознательное знакомство произошло, наверное, во время выхода Call of Duty Modern Warfare, который я, кстати, прошел в далеком прошлом на ПК, ибо на тот момент у меня попросту не было Иксбокса. Я прошел лишь сюжетку и остался под впечатлением, поскольку это были весьма очень крутые рельсы для того времени, ну, на уровне какого-то блокбастера. Увы, так произошло, что с другой самой главной фишкой этой серии, а именно с мультиплеером, я познакомился относительно не так давно. Да, я, к сожалению, пропустил весь мультиплеер игр на Иксбоксе 360, ибо у меня попросту не было в то время интернет, и он появился лишь под конец того поколения. И смог я поистине прикоснуться к мультиплееру, ну, наверное, лишь в серии Black Ops 4. Да, конечно, я играл еще в V2 до этого, но я не назову это игрой, ибо я поиграл лишь из-за интереса пару каток, ибо с этим меня не особо прикалывает. Black Ops 4 меня уже привлек осознательно. Это одна из немногих частей, которые я лично взял сам и на старте. Ибо остальные части либо покупал мой отец, либо я ему покупал в подарок, ибо ему нравилась одиночка в колде, ну, вот тащится от нее. Но взял я, по большему счету, ее за счет роста популярности режима Королевской битвы, тогда она называлась, по-моему, Black Ops. Весьма прикольный был режим, там классно было проводить время, но надолго меня этот шутер почему-то все равно не привлек, и поэтому я играл в Gears 4, Titanfall 2, поигрывал в Battle, по крайней мере, в эти шутеры, мне как-то всегда было кайфово играть в любое время. То есть Black Ops 4 меня, к сожалению, как-то наскучил. В итоге время идет, и в 2019 году выходит тот самый шутер, который заставил, наверное, меня влюбиться с первого взгляда. Да, это MV 2019 года, и несмотря на то, что она получила некий хейс среди игроков, мне было на это пофиг, я все равно получал от нее большое удовольствие, и до сих пор помню, как мы с моим другом Виджилом капец как зависали в катках 2 на 2, рубились на шутхаусе, шипменте, и это было довольно-таки классное время, в котором еще и появилась Warzone, которая исправила все ошибки Black Ops, и стала одной из крутейших королевских битв. И со временем игроки начали понимать, что, оказывается, MV 2019 года не такая уж и плохая, как показалось в начале. Потом был Black Ops Cold War, Vanguard, и несмотря на то, что эти игры у меня были, я в них особо не проводил время, и данной части они мне как-то не приносили удовольствия, как MV 2019 года. Потому что MV 2019 года, ну, для меня является неким эталоном, по крайней мере, являлся. В итоге происходит анонс MV2, мне сносит башку, и я понимаю, что, наконец-таки, спустя 2 года, я опять вернусь в колду и проведу в ней море часов. На самом деле, раньше я играл большое количество времени в другие шутеры, к примеру, Gears 5, но, увы, оттуда я ушел из-за плохого коннекта, потому что меня заколебала ситуация, в которой ты просто подходишь со спины, выстрелишь, но не убиваешь, и таких ситуаций было много. Играл в Titanfall 2 просто до безумия, но так уж получилось, что сейчас там проблемы с серверами очень часто, и за этот срок, если честно, игруха уже поднадоела, хотя концепция там просто бомбезная. Также я поигрывал в батлу, и что касаемо копейки и четверки, это был реальный эффект вау, и какое-то время я реально кайфовал от батлы больше, чем от колды. Но с года 2020 меня не цеплял никакой шутер вообще, ибо, опять же, был не мой сеттинг колды. Батла получилась, к сожалению, убогой, сейчас она явно лучше, но все равно немножко не то. Ну а Halo Infinite чересчур быстро наскучила, да и должной поддержки она, к сожалению, не обзавелась. Конечно, стоит припомнить легендарный эксклюзив Crossfire X, но, увы, я, видимо, не достану в него играть, и оно скоро закроется, да и вообще, как говорится, игры со Store покидают только лучшие. Аминь. В общем, то, что анонсировали и потом выпустили MV2, я был крайне рад и радуюсь до сих пор. Мой любимый сендинг, все то, что я люблю, и, по сути, как раз таки, от разорвав колды, я и требовал, чтобы они просто повторили успех MV19, и сделали практически все то же самое. На мой взгляд, у них это получилось, но зачем-то при всем при этом они, к сожалению, похерили интерфейс. Прям очень жестко похерили. Если меня спрашивают, а чем же тебе так нравится колда, ответ на самом деле крайне прост. Данный проект имеет крайне вымеренный темп игры, который, на мой взгляд, зайдет почти любому, как и новичку, так и более опытному игроку. И чтобы вникнуть в игру, в любую часть и во всю эту движуху, ну, не обязательно терять кучу времени для этого. Чтобы вы меня поняли, я проведу пример в виде радуги, достаточно классный проект со своей изюминкой, но проблема заключается в очень высоком пороге вхождения, в котором мало того, что тебе надо достаточно играть, чтобы взять какого-то нормального оперативника, ну, так еще и понимать все эти карты для того, чтобы не подставить свою команду и выбрать более классную позицию, еще и непростреливаемую. Колда же в этом крайне проста. Вот тебе калаш, давай иди на раш. Там уже по ходу разбираешься, что поставить, что надеть, какой перк выбрать, и даже без более детальных знаний, на мой взгляд, в колде можно комфортно проводить время. Самое главное, то что в эту игру приятно играть до сих пор, ибо она просто стабильно работает, ну, по крайней мере, на консолях. Тут есть кроссплей, что позволяет играть вместе с любыми актуальными платформами. Перестелл, конечно, в этой игре хоть и есть, и случается он, но он случается не так часто, и опять же, ты из-за этого не горишь, поскольку тебя убили, воскресился, побежал, и почти лишнего ничего не ждешь. То есть, темп игры, он довольно-таки быстрый. Да и в целом, ты кайфуешь от картинки, от анимации и чувства стрельбы. Я реально считаю, что в колде намного лучше чувство стрельбы, если сравнивать его там с Эпиксом, Батлой или Хейла. Ты чувствуешь тяжесть от винтовок, от каких-то пулеметов, легкость от ПП, и понимаешь, когда попадаешь, и когда ты понял, какие твои любимые оружия, ты просто кайфуешь от игрового процесса. Киллстрики, хедшоты, звуки, это мне до сих пор реально приносит удовольствие, и больше, чем в других актуальных шутерах от первого лица. Также стоит отметить, что данная игра очень классно сделана для консолей, и играя на геймпаде, ты вообще не чувствуешь какого-то дискомфорта. Да, записан геймплей, есть что, он чисто записан с геймпада. Также MV2 мне очень нравится за разнообразие контента. Куча режимов, как и для онлайн-баталий, так и для более серьезных каких-то командных боев. Также в нем можно просто проходить что-то в одиночку, так же и совместно. Конечно, компания не вкатила, но пробежать с друганами совместное задание и рейд было великолепно. Что касаемо рейда, было действительно клевое и интересное приключение, которое максимально сближает игроков для той самой кооперации. Ну а также сюда можно, конечно же, приплести Warzone 2 и DMZ. Вообще, для колды планировалось еще больше контента за счет двухгодовой поддержки, но, к сожалению, нас попросту, видимо, обманули. И уже ходят слухи о том, что в 2023 году выйдет полная новая колда. Эта ночь была для меня, честно, немножко обидной, поскольку уже немного заколебала менять каждый год игру, и я реально думал, что игруха проживет более долгий срок, чем это обычно бывает. Но, увы. Разрабам, видимо, нужно больше денег, и им выгоднее продать игру за 60 баксов, за 70, нежели какое-то DLS к ней, там, за 30 или за 40. Короче, приходится хавать. Кстати, несмотря на то, что DMZ мне не так зашел, и в нем все равно присутствует некий вайп, и прикалывает то, что он создан будто для ивентов. То есть я этот режим использую чисто для того, чтобы получить какую-нибудь пушку. Warzone 2 это вообще отдельная песня, поскольку первая Warzone имела довольно хороший такой старт, но то, что произошло с ней потом в виде странных карт, технических проблем, имитов с Годзиллой, к сожалению, народу не особо понравилось, в том числе и мне. И в этот раз они решили, видимо, исправить ситуацию, начав все заново. Но чуйка мне подсказывает, что помимо технических проблем, сделано это было не за счет переосмысления данного проекта, а за счет того, чтобы продать нам заново все скинчики. Ибо прогресс из первой Warzone никуда не переносится и остается там же. Признаться, каждым разом разработчики пытаются исправить ситуацию, повысить интерес к Warzone, исправлять баги, лаги, дорабатывая игру, и, так скажем, ну, делая ее, наверное, больше похоже на первую Warzone. И отчасти у них это получается, и, к примеру, буквально пару дней назад стартовал второй японский сезон, туда добавили довольно-таки неплохую маленькую карту для режима возрождения. Конечно же, Battle Pass, но Warzone уже, ну, не ощущается, наверное, такой топовой, ибо к данному режиму все немножко привыкли. Я, кстати, думаю на днях собрать все-таки сходочку в частной королевской битве на маленькой карте, поэтому можете поставить колокол, чтобы не пропустить. Ну, а также следите в нашем телеграм-канале для того, чтобы увидеть уведомления, когда мы пойдем все вместе туда играть. Как по мне, Warzone 2 все равно оставляет положительные эмоции, она ощущается намного серьезнее, чем Fortnite, и, к сожалению, намного сложнее, и от этого немножко обиднее проигрывать, да. Но, несмотря на какие-то недочеты, серия Колды лично для меня, из-за любви к ее мультиплееру, стала реально одним из любимых шутеров, в которые я готов заходить каждый вечер. И, кстати, именно Колда делает как раз-таки легче ту самую ситуацию, в которой не особо есть время для игр, и ты там заходишь в Колду, зашел, откатал быстро пару каток, ушел довольный, и дальше пошел по своим делам. То есть, в этом плане игруха вообще шик. Я, честно, до сих пор не понимаю какого-то жесткого хейта, что Колда говно, что это донатная помойка, поскольку это просто шутер, который формировался годами, и который нашел свою жилу, и тот самый темп игры, за который его все любят. Также мне очень интересно, что вообще произойдет с Колдой в будущем, поскольку у нас все еще не закрыта новость по поводу слияния майков и Activision Blizzard, в который и входит Колда. И тут у нас вообще очень много вариантов. Либо Колда все-таки будет выходить в подписочку Xbox Game Pass, либо же каким-то образом перестанет входить в состав данной компании, и бренд продадут или преобразуют, или как-то юридически, может быть, обойдут эту штуку. Либо же слияние просто не произойдет, или все-таки Колда встанет под крыло Microsoft, и на некоторый срок не подвергнется никаким изменениям, и даже ее не будут добавлять в подписочку. У меня части все равно на эти юридирские моменты, и я больше переживаю за то, чтобы Колда оставалась такой же Колдой, в которой просто приятно проводить время с друзьями. Будет ли она в подписке, также немножко холодно, ибо этот проект я готов покупать, наверное, готов покупать каждый год, ибо я уже года четыре подряд это делаю. Конечно, было бы здорово, если бы части жили куда больше, чем один год, но надеюсь, что так оно и будет в дальнейшем. В общем, пишите свои истории о том, во что нравится играть вам, если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч!